Осталось эти игрушки убрать. В общем, ребят, Джон собрал ёлку. Я тут вышла из душа, смотрю, её уже нет. Ну, что поделаешь. Я, конечно, думала, на следующей неделе уберём. Вот, теперь мне надо здесь всё это мыть, убирать. Хочу окна протереть, жалюзи. Ну, так, чтобы уже к весне было готово. Дэвид домашку делает, умничка. Все эти ящики с новогодними причиндалами будем ставить наверх. Вот она, наша звезда. Красавица. Джончик молодец. Смотрите, какой быстрый. Как же, ребят, ящик с вещами Дэвида на продажу. Ну, а что, вот смотрите, какие спаги классные, резиновые. Маленькие, да. Худож не выбрасывать их. Продадим. Подушки. Что ещё там покрывало? Кто-то спрашивал у меня про эти цветы, помните? Ну, как-то так, холодно ему. Маленькие листики летут. Подлезу к Джончику. Говорит, нету, нету коробки. Такой у нас чердак, ребят, кто не видел, я знаю. Очень много подписалось, много народа. Ну, короче, больше нет прозрачных маленьких ящиков, а мне хотелось, потому что вот эти большие тяжело поднимать наверх. Ну, говорит, сегодня ночью будет снег. Поэтому холодно, но немного снега. А на выходных, наверное, будет много снега. Ну, всё отлично, ребят. Что-то я даже устала. Там одна коробка такая тяжёлая была. Я её еле подняла. Ну, Джон, конечно, её схватил. Так, подъедаем конфетки, бараночки. Храним в гараже, потому что здесь, ребят, холодно. В холодильнике места нет. Постареем, конечно, лазить туда будет уже не так уж весело. Дорогой им привет, мои дорогие мальчики и мои красавицы-девочки. Вот я к вам со сковородой. Зачем я мужа кормлю? Вот такими котлетками. Шикарными, вкусными. Приготовила ему пять штук. Представляете, вот одна осталась. Говорит, я эту тоже съем. Так что, я ещё та. Ухарка. У нас есть минутка. Хотела вам рассказать интересную историю. Она женщина. Ехала в Санкт-Петербург. Доктор наук, преподаватель в университете. В общем, такая очень умная женщина. На вид она 45 лет. Ну, а в реале 50. В общем, заходит она в купе. Располагается. Так размечталась, как она поедет, как всё будет хорошо. И тут уже практически поезд трогается. И в купе влетают двое. И знаете кто? Её бывший муж с любовницей. Вы представляете лица трёх? Ну, во-первых, перекосила его. Потому что он этого, конечно же, не ожидал. И он подумал, что его бывшая всё подстроила. Но на самом деле это действительно было совпадение. Ну, история там простая. Женщина взрослела. Женщина вкладывала в себя. Но это я про героиню. Занималась карьерой. Детей у них не было. Мужик был боксёром. В рингах он больше не участвует. Обычный тренер по боксу. Ну, слушайте. Конечно же, эта молодая шикарная девушка, она не знала, что это его бывшая жена. И вела себя достаточно приятно, аккуратно. Такая вся прилежница. Такая умница. А на самом деле она прекрасно знала, что встречалась с женатым мужчиной. Ну, когда у них это всё начиналось. Ну, и, конечно же, эта женщина, которая была унижена и оскорблена этими двумя, она стала про себя думать всякие-всякие гадости. Ну, во-первых, она стала называть её зверюшкой. Потом она заглядывала в его грустные глаза и как бы задавала вопросы. А вопросы были следующего характера. Что вот, ты такой сякой, променял меня на молодуху. Не забывай, что тебя коснётся та же участь. Девушка захотела с ней познакомиться. Ну, и она говорит, давайте познакомимся. Меня зовут так-то. А эта женщина говорит, а я знаю, как тебя зовут. Я всё про тебя знаю. Вообще-то мы уже знакомы. Мы не раз разговаривали по телефону. Ну, и до молодой девушки дошло, что, оказывается, это бывшая его жена. Она сразу стала говорить, что я его люблю всем сердцем. Ну, в общем, как это всегда бывает. Естественно, она и не верила, потому что мужчина был уже достаточно состоявшийся. Конечно, не миллиардер. Но, тем не менее, ситуация такая, что все они в одном купе. Мужик этот, конечно, совсем голову опустил. Ему, видимо, стыдно. Девушка знает, что это бывшая. Бывшая знает, что это любовница. Получается целый любовный треугольник. Потом ей-то молодая особа заявляет, а может быть, вам поменять купе, а лучше вагон? Ну, и женщина сидит такая, говорит, мало того, что ты у меня украла мужа, ты пытаешься меня выгнать из купе. Ну, и, конечно, девушка фыркнула и пошла курить. И в этот момент женщина оказалась со своим бывшим один на один. И он на неё посмотрел и говорит, что ты хочешь? Она говорит, я ничего не хочу. Я тебя простила и отпустила. Но, говорит, предательство я не забуду никогда. Заходим. Банечка открывает мне дверки. Какого здесь? Мы закончили. В общем, нам нужна была только справка для школы. Всё нормально. Будем ждать справку. После Глазного приехали в пиццерию. Ну, вот, видите, написано ресторан. Такие рестораны здесь, девочки-мальчики. А чего вы хотели? Америка. Где вон там скатерти будут стелить? Ну, конечно, есть такие рестораны премиум-класса. Ну, вот и мы. Zero people? Zero people? Видите, какие бутерброды здесь есть. Решили сегодня здесь присесть, ребят. Вот такой ресторанчик. Так, это для Джона обычная пицца. И вот это моя. Смотрите, как она. Видите, меняются, меняются. Прикольные. Смотрите, как американцы едят пиццу. Сворачивают таким треугольничком. Не кусают. А первый раз в Америке увидела. А я вот вилочкой ковыряю. Ой, ребята, приехали домой. Дэвид пиццу не доел. В общем, я тоже. Я ее домой брать не стала, потому что там меньше половины. Вот, хочу показать. Мы убрали все гирлянды. Смотрите. Ничего уже и нет. И холодает, ребят. Скоро снег пойдет. Все, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.